Упаковщицей работала, там же и шить научилась. Работа в креативной и в обычной сфере, она сильно отличается. 6.00, все, всем пока. Взорвется офис, там проект сгорел, все, типа не мое дело. До 6 я отработала норм. Всем ас-салам алейкум, меня зовут Айпери. Я являюсь исполнительным директором продюсерского центра 1.1. Студия. Давайте вам сейчас устроим мини-экскурсию по нашей студии. Здесь, кстати, у нас нарисованы наши резиденты. Вот это Нурсултан Курсомали. Сразу этот, да? Это наш генеральный директор Аталли. Это его родинка, отличающаяся. И тут, в общем, все наши ребята. Здесь мы снимаем сериалы, фильмы, передачи. Здесь все переделывается. Бывает, кто, если видел Коштан, там давать, там была цена, где сгоревшая квартира. Вот здесь все, там у нас все сгоревшее все было. Мы кэшоу здесь, да, пусть мы снимаем. Ну, много чего здесь переделывается. Здесь у нас переделывают. Здесь у нас еще продолжение. Тут какие-то, да, у нас эти локации делают. Здесь у нас гримеры наши делают эти. Вот такие вот, видите, синяки, не синяки, раночки делают. Она все делает вручную. До один-один-студия я работала в образовательном центре, это в сфере IT. Я там работала руководителем. До этого я работала на телевидении, работала журналистом, телеведущей. В подростковом периоде я успела поработать в швейном цехе. Упаковщицей работала. Там же и шить научилась. Здесь некоторые наши проекты. Пиртвуанчик, кстати, был самым кассовым этим фильмом вести того года. Я же говорю, у нас в офисе еще и для гелелеких ремушках. Работа в креативной и в обычной сфере у нас сильно отличается. В креативной сфере больше свободы, у нас нет графика. Мы, например, приходим, у всей студии нет графика. Все приходят, когда им удобно, если нужно. Самое главное, чтобы проект был законченным. У нас нет такого, что к начальству нужно обращаться по отчеству, заходить через секретаря и тому подобное. То есть у нас такого нет. У нас больше такая дружеская атмосфера. Архив наших этих во время съемок, да. Такая мини-фотостена. Это корпоративы. У нас больше даже не по проекту, а по корпоративам нужно. Айперия очень ценный работник, сотрудник. Мне нравится, когда она инициативу берет на себя. То есть она не боится и просто начинает толкать. Примерно ей обрисовываешь, какая миссия. Она все понимает с полуслова и топит, как танк. Она веселая в жизни и в работе тоже веселая, но может быть и достаточно жесткой. Какие люди становятся топ-менеджерами, руководителями, директорами? Это люди, которые работали чуточку больше, чем надо было. Если у тебя график с 9 до 6, если там, допустим, ты можешь остаться чуть-чуть. То есть эти люди, которые работали чуточку больше и могли где-то пожертвовать. График очень важен. Потом к этому графику уже провыкаешь. Там уже это все становится, знаете, так на автомате. То есть просыпаешься в 6, сделал зарядку, допустим, почитал, позавтракал, помедитировал и подобные вещи. С утра на массу. И вот такие графики в каждом дне, они строят, наверное, продуктивность на долгое время. Один наш директор, учредитель, сказал очень хорошую вещь, что нельзя жить только одной работой. Что это никогда себя не оправдает. Никакая работа, никакая зарплата не заслуживает того, чтобы мы полностью уходили в работу. Она никогда себя не оправдает. Ну, духовность, это, наверное, фундаментальная составляющая моей жизни. То есть все ориентиры жизненные я беру, я исхожу именно от религий. Решения, любые действия я отхожу от ценностей своей религии. И действительно, оказывается, очень много людей, которые еще не нашли свои жизненные ориентиры. Очень много людей. Потом из-за этого уходят в разные стороны. Какие-то субкультуры, какие-то течения и тому подобное. Потому что люди сейчас в поиске себя найти внутреннюю гармонию. Это вот проблема номер один, я так понимаю. И вот во мне кажется, как будто бы сейчас это реально большая проблема в современном мире. В этом плане, наверное, ислам это тот стержень у меня внутри, который вот он меня держит. И в холод, и в зной, и в счастье. В любой момент он меня вот так держит. Плюс ислам это же все сферы затрагивает. То есть это и в личной, и в семье, это на работе, это с коллегами, это с друзьями. Это вот все-все-все есть в исламе. Внутренние свои ценности, они меня держат, чтобы я оставалась в любых ситуациях сперва человеком. То есть чтобы самоуважение у меня внутри, для меня это важнее. То есть идти по головам, такого у меня нет. Вот, наверное, сразу скажу правду. Это очень мягкий человек. Человек, который очень переживает за все, что происходит вокруг. Для нее очень важно, чтобы, во-первых, в коллективе была какая-то, знаете, энергетика. Во-первых, добра. Во-вторых, чтобы было уютно. И всегда с... Но при этом еще и рабочий процесс он продолжался. То есть обычно, когда при работе слишком, когда все душевно, слишком, когда все подружески, люди перестают как-то относиться к работе как к работе. Но у Айпери есть такое свойство, когда она может вести эту работу, будучи еще мягким человеком. Такое привзятое отношение к платку, стереотипы вот эти, которые были, что вот, мусульманка в платке, значит, она там тьма тьмущая. Да, такое было, это, наверное, когда я работала на телевидении. Не в самой компании, где я работала. А вот, когда мы там приглашали экспертов, гостей, когда мы там выезжали на съемки вместе с другими там журналистами. Да, да, нет, типа, было такое, что вот так смотрели. И ты реально понимаешь, что это только из-за платка. Сейчас, в последнее время, мне кажется, это очень сильно начало ускореняться. Потому что очень много девушек начали носить платок. А именно в 1.1 студию все равно, мне кажется, в платке я буду, не в платке я буду, там в черном приду, приду там вся, я не знаю, в радужном. То есть все равно, да. Мне здесь очень комфортно работать в этом плане. Во многих моментах платок помогал. Я, наоборот, в платке себя чувствую особенной, да, какой-то. Я себя, наоборот, чувствую такой защищенной. И относится, когда ты в платке, действительно так же. IPREG, она для меня, во-первых, сразу же с первого дня показалась сразу же, ну, такой светлым, светлым человеком. Потому что она, ну, я просто сам ценю это, то, что она в хиджабе, то, что она близко к исламу, к религии ислам. Потому что я тоже сам приближен, иншаллах. Вот. И мне это очень сразу понравилось. Ну, а так, по качествам. Она была моим менеджером. И как менеджер, это было просто, ну, идеальный менеджер. Она всегда, ну, как сказать, любезно, на будьте любезно обращалась. Хоть и мы косячили. Хоть и мы там где-то что-то не успевали. Но она никак, я ни разу не увидел ее в гневе, там, не увидел ее там в таком, знаете, в агрессии. Вот. И, ну, все классные качества, я не знаю, мне очень нравится с ней работать. Вот как человек тоже она очень классная. По мне успех, мне кажется, успех, он должен подкрепляться с внутренней гармонией. Эта внутренняя гармония мне дает религия. Это стопроцентно дает мне только религия. Остальное все его подкрепляет. То есть я внутри подпитываюсь вот религией, внешне я подпитываюсь работой, да, там, знакомыми, там, семьей, вот. А внутреннее заполнение идет вот это вот исключительно от религии.